Лёша, скажи мне, пожалуйста, ты не устал от всей этой блогерской движухи? Нужно постоянно записывать новые песни, куда-то ходить, снимать видео для того, чтобы быть актуальным. Когда жить? Так, в этом и есть жизнь. Без этого она была бы серая, скучная и... Ну, короче, я вообще её не представляю. Но ведь можно жить какой-то размеренной жизнью. Писать и выпускать песни, когда ты это захочешь. Или вообще не выпускать. Вот сегодняшняя наша гостья так и делает, Лёша. Встречайте! Лена Катина! Всем привет! Присаживайся! Спасибо! Мы знаем, что у тебя скорый релиз трека «Такси». Да. Поздравляем тебя, естественно, с этим. Спасибо большое. Это у тебя первый трек в этом году? Ну, да, я бы сказала, да. Да, в этом году. А мы всё знаем. В 21-м году у тебя было два трека вышло. Да, «Край Бэйби» у меня выходил и ещё что-то. И вопрос у нас, почему так редко? На самом деле, выпускаю, когда получается. То есть мы сначала выпустили альбом «Мона», потом мы выпускали с синглами песни некоторые. Потом мы приняли решение, что нам пора опять собирать EP, потому что хотелось чего-то такого этапно завершённого. То есть сингл, да, это бесконечная история. Можно выпускать синглы один за другим. Но когда ты делаешь EP, альбом, это уже какой-то законченный продукт. Вот. Поэтому мы решили сделать EP, и, собственно, сингл такси сходит в этот EP. Как раз хотели спросить про EP, как он собирался, как вообще происходила работа над EP? Долго достаточно подбирали материал, потому что хочется, чтобы это подходило, и в то же время хотелось чего-то свежего, нового для самой себя. Да, то есть для меня стилистически, наверное, это был такой некий челлендж, потому что немного несвойственная мне манера исполнения, чуть-чуть другое направление музыки, но при этом, наверное, это как-то всё равно со мной поженилось. И, то есть, с одной стороны, что-то новое, с другой стороны, я не потеряла свою стилистику себя, и как-то так вот поэкспериментировать удалось. Это когда вот экспериментируют, на самом деле. Мы также знаем, что ты сейчас находишься в интересном положении, с чем мы тебя и поздравляем. Очень интересно положение. Рассказывай, как сейчас это на твоём творчестве отражается, на написании музыки. Вообще, в целом, как ты сейчас ощущаешь своё творчество? Слушай, ты знаешь, я, наверное, успела. Во-первых, мы закончили работу над EP, мы успели снять клип на песню «Такси». Вот хотели два снять, но, может быть, в процессе ещё успеем второй доснять вдогонку. Но, тем не менее, я достаточно хорошо себя чувствую, поэтому работа не прекращается. Есть съёмки, есть выступления. Какие-то новые творческие чакры, может, открылись? Сейчас пока какие-то другие чакры открываются. Творческие, может быть, откроются в какой-то момент тоже. Нет, работа идёт. Я, собственно, наслаждаюсь всем, что происходит и в карьере, и в личной жизни. Это очень здорово. Мы за тебя очень рады. Спасибо. Замечательно. Смотри, сейчас молодые артисты, помимо российских чартов, пытаются все выйти на мир. А ты как раз человек, который однажды вышел с группой, потом доказала это в сольном творчестве ещё раз. В чём секрет? Не знаю, секретов нет. Это, наверное, нужно оказаться в нужном месте, в нужное время. Тату, безусловно, это удивительный совершенно проект, который... Ну, наш успех пока ещё никому не удалось. Да, ни одному человеку. Не то, что перебить, повторить не удалось. Да, это правда. То есть это прям легенда. Просто делать то, что ты любишь, и делать это настолько хорошо, насколько ты можешь. И всё, получать удовольствие. Поэтому, если нас кто-то смотрит, запоминайте. Вот такой секрет успеха, вроде простой. Смотри, наш ведущий Макс приезжал на съёмки твоего клипа «Крастакси». И там он снял такой маленький мини-сюжет. И там говорится про то, что у тебя как раз чемодан. Весь твой клип, рядом с тобой присутствует чемодан. Да. А внутри которого ты так и не говоришь. Мы просто гадали, гадали. Мы сломали себе голову, что же в этом чемоданчике. Но вот как только клип будет окончательно смонтирован и выйдет свет, вы, наконец, узнаете, что в этом чемоданчике. Так мы узнаем. Ты нам расскажешь, да? Обязательно. Заинтриговала. Но пока клип не вышел. Той секрет будет раскрыт. Но пока видео ещё в процессе монтажа, поэтому подожду с информацией. Но пока клип не вышел, у нас для тебя тоже есть чемодан. Так. В котором лежит кое-что, что ты точно знаешь, что это такое. Ну, по крайней мере, про это ты говорила. Да. Когда? Я много говорю. Так вот в этом ты интересна. Так вот в этом и суть. Тебе нужно будет отгадать. То есть это вещь, которая там находится, преследовала тебя в творческой жизни. Да, она находится в этом чемодане. Как ты думаешь, что там? Есть какие-нибудь догадки, возможно? Да, подсказки. Хорошо. Конечно, у нас есть парочка наводящих вопросов, которые помогут тебе как раз. Смотри. Внутри предмет, который был с тобой с самого начала творческого пути. Что-то было такое, вот запоминающееся прям. Мы не просто так это взяли. Ну, я раньше с Мишкой, с Плюшевым везде ездила. Ага, Плюшевый и Мишка. Первый вариант, Мишка Плюшевый. Следующее. Реликвия, которая не один раз выручала тебе в мировых турах. Особенно во время промо-тура альбома Dangerous and Moving в 2005 году. Мишка тоже. Реликвия прям. Реликвия? Реликвия. Нет, у меня есть ровно одна вещь, которая всегда со мной, это крест. Ага. Что я с собой возила, я вожу всегда свою книжку, которую я читаю. И со мной очень долго ездил вот этот Плюшевый Мишка, который мне подарил папа. Книжка, крест, книга. Ага. Так, что еще? Есть еще? Хорошо, есть визинальный. Был с тобой в Минске в 2022 году на первом концерте после воссоединения группы. Был со мной в Минске? Микрофон. Со мной всегда есть микрофон. То есть твой окончательный ответ – это микрофон? Ну, ну пусть будет микрофон, потому что у певцов обычно микрофон всегда есть. Ну что, мы, конечно, можем узнать, что там лежит внутри. Ага, то есть вы сейчас за мной будете повторять и скажете «Но это об этом!» Это останется загадкой. Как говорил Квентин Тарантино. Потому что, как сказал Квентин Тарантино, как он сказал Лёша? Загадка должна оставаться загадкой. Квентин Тарантино – это вдохновение. Я-то открываю там свой чемодан, откройте мне вот этот. Ну, а вот нам-то ты не открыла сейчас. Когда выйдет клик, может быть, мы тебе скинем, кто там находится. Хорошо, договорились, я жду фотографию. Лена Катина, Лёша Янгер и Саня Бейкер. И мы увидимся с вами ровно через неделю. Готовьте свои лайки! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok